Переходим к следующему докладу. Наш следующий доклад, как я уже говорил, на английском языке. Я рад приветствовать моего коллегу, Евангелос Дерменс Глуву. Похлопаем. Спасибо. У нас работает кабин с храном перевода. Все, привет. Нормально на меня слышно, да? Так вот, держу микрофон. Ну и хорошо. Зовут меня Евангелос. Фамилию не произнесу. Я один из инженеров пользователя, работаю в Лондоне. Сегодня мы с вами будем обсуждать вопросы безопасности в консенсус протоколах, ну, блокчейнах, ну, вообще, аллогерспределённого реестра. Немножко поговорим об основных, собственно, алгоритмах профорка, профстейк. Поговорим конкретно о некоторых видах атак, связанных с двойной транс средств, а также поговорим об атаках типа Nothing at Stake. Что мы здесь показываем? Некое схематическое изображение блокчейна. Обычно горизонтально рисуют, но, в общем, особой-то разницы нет. И здесь мы с вами видим, что у нас блокчейн развивается как бы в одном направлении. Понятное дело, исходный Genesis блок у нас зелёный здесь показан. Это тот самый первый, с которого всё началось. В чёрном мы показываем блоки основного чейна, основной цепочки. Конечно, это у нас, ну, как бы такой главный источник правды. При этом здесь же, в этой же схемке, мы показываем ветки. Они могут, значит, какой-то вычислительный значок громче говорить, медленнее. Что делать-то? А, извините. А я думал, достаточно громко говорю. Так вот, здесь мы показываем ветки. С чем они связаны? Ну, с тем, что майнеры иногда одновременно находят тот или иной блок. Ну, или как-то, не знаю, по каким-то другим случайным причинам одновременно возникают две разных ветви. Ну, то есть, основная и дополнительная ветка. Соответственно, мы сразу договоримся, что мы вот сиреневым цветом будем показывать дополнительные ветви, которые, соответственно, не считаются основными. То, что происходит в них, не считается источником правды. И при этом у нас есть правило о том, что у нас превалирует в цепочке та ветвь, которая длиннее. То есть, если у нас наберётся веточка, которая будет длиннее основной, она будет считаться основной. Вот, смотрите, если мы к этой сиреневой шняге добавим ещё два блока до того, как это растёт чёрная, она у нас реально неожиданно станет основной, в то время как правая чёрная часть станет боковиком, боковой ветви. Ну, если, конечно, у нас всё это пройдёт валидацию. Ну, то есть, здесь своеобразный, хочется сказать, рейс-кондишн, да, идёт своеобразное соревнование за длину ветки. Основным консенсус-протоколом большинства известных, в первую очередь, конечно, криптовалютных блокчейнов является подход Proof of Work. Да, доказательство работы, собственно, его используют и Bitok, и эфир, и большое количество их клонов. Как работает Proof of Work, вы, конечно, знаете. Да, майнеры решают какое-то количество арифметических задач для того, чтобы, на самом деле, таким образом обеспечить защищённость сети. Но это обычно стоит огромной затраты электроэнергии. Ну, достаточно часто майнеры даже специально, да, строят достаточно большие фирмы, которые постоянно рассчитывают хэши. Я, прошу прощения, всё время опускаю микрофон. Видимо, какая дурная привычка. В общем, майнеры пытаются заниматься расчётом блоков. Ну, и также все пользователи, которые пытаются проводить свои транзакции, данные отправляют майнерам. Майнеры эти данные собирают, ставят их в блок, дальше его майнят и пытаются публиковать его в блокчейне. Я так, на всякий случай, вам напоминаю краткое содержание всех предыдущих серий. Если вам пока что-то нужно более подробно уточнить, вы, пожалуйста, это как-то отметьте, и мы всё обсудим. Просто я хочу заложить общую основу для того, чтобы дальше обсуждать конкретные атаки. Теперь у нас proof of stake. Да, следующий консенсус алгоритм. Доказательство доли. Да, это тот инструмент, который используется и PeerCoin, и NextCoin. Это были первые варианты развертывания proof of stake. Там было большое количество багов. Не все отлажены. Ну, собственно, в эфире, как вы помните, реализован Каспер. У Роборос в кардана. Что касается Каспера, это, по сути, будет гибридный консенс-протокол, объединяющий в себе элементы ПОВ и ПОС. Профостейк на самом деле увязывает безопасность сети, скажем так, с виртуальным миром. Мы используем валютовую систему. Вместо, ну, такого, в общем-то, разнузного потребления энергоносителей будет какой-то набор валидаторов, который использует какое-то количество токенов. Ну, конкретно в Каспере эфировском. Говорят, что нужно будет порядка полутора тысяч эфиров. Ну, то есть порядка миллиона мертвых американских президентов для того, чтобы быть валидатором. Это приличная сумма. Как только валидатор, ну, фактически замораживает вот эти вот деньги, для этого есть соответствующий обкод. Ну, и таким образом валидатор показывает всей сети, что он достойный доверия персонажу. Ну, и дальше какое-то количество валидаторов будут заниматься, собственно, производством блоков. Процесс этот, кстати говоря, полностью рандомизированный, потому что любой пользователь, у которого есть свой стейк, включается в пул валидаторов. Ну, и дальше в каждый таймфрейм, в каждую эпоху, хочется сказать, да, то есть в каждый таймфрейм, когда нужно сформировать очередной блок, из этого пула будут выбираться, видимо, случайным образом валидаторы. Валютатор, естественно, не случайно. Если же у валидатора недостаточно транзакций, ну, значит, будет выходить нулевой блок у конкретного валидатора. Давай теперь сразу обратимся к вопросам безопасности этих протоколов. Начнем, конечно, с самых интересных случаев, связанных с двойной тратой, с даблспендом. Это, понятное дело, вечная тема для большинства блокчейн-решений. Название само за себя говорит, как же нам потратить одну и ту же монету, один и тот же ресурс дважды. Ну, в реальном мире это трудно себе представить. Ну, нельзя, знаете, прийти в магазин, потратить там какую-нибудь купюру и за ту же самую купюру что-то еще купить, потому что вы в реальном магазине уже свою купюру успели отдать. В блокчейн-мире, понятное дело, это гипотетически возможно. Ну, помните, у нас же с вами есть правило, более длинная цепь побеждает. Давайте начнем с рейс-атаки. Рейс-атака — это такое, ну, как бы наивное внедрение вендорского API. Но когда я покупаю что-нибудь на криптовалюту, вендору нужно каким-то образом иметь возможность проверить, что я деньги фактически отправил. Положим, я добавляю транзакцию к блоку, блок проходит майнинг и добавляется вроде к блокчейну. Но как вендору убедиться в том, что этот блок попал в основную цепочку, а то вдруг он сиреневым оказался. То есть майнер-то свою функцию выполнил, но если блок добавился к боковику, что делать тогда? Если это произошло, вендору придется ждать. Придется ждать какого-то подтверждения и ждать, возможно, придется долго. Собственно, ему нужно дождаться какого-то подтверждения, которое придет в форме информации о том, что поверх данного блока, в который, собственно, что-то попало, да, попало интересующего транзакции, были построены новые блоки. Бывают арфанные блоки, да, сиротские, поверх которых уже ничего не строится. Вот у этого уже есть как бы последующие блоки. То есть хоть какое-то подтверждение есть. Некоторые вендоры готовы принимать транзакции с подтверждением в форме одного последующего блока. Но здесь мы видим, что все-таки эта ветка у нас в основную цепочку не попадает, а значит, не считается валидной. То есть те вендора, которые принимают подобные подтверждения, значит, мы имеем возможность их как-то обмануть. Не как-то, а именно так. То есть здесь, на самом деле, нужно с учетом стоимости вашего продукта определить оптимальное время ожидания. Ну или оптимальное количество, оптимальное время ожидания в блоках, грубо говоря. Поэтому рекомендуется по биткоину, например, ждать шесть блоков. Но если вы пользовались когда-нибудь Байнексом или каким-нибудь другим, какой-нибудь другой биржей, наверняка сталкивались с тем, что там на Байненсе часто требуется ждать появления 30-го блока, прежде чем считается окончательно валидированной конкретно вашей транзакцией. Теперь давайте обратимся к так называемым атакам большинства или атакам по принципу 51%. В этом случае, как вы понимаете, речь идет о том, что один из участников сети обладает большей частью хешрейта. Ну вот прямо сейчас вся Швейцария потребляет столько же энергии, сколько потребляет, ну, вся сеть биткоина. То есть для того, чтобы, ну, как бы, перетянуть на свою сторону больше 50% вычислительной мощности такой сети, нужно быть как минимум небольшой стороной, а лучше большой. Однако, никто не понимает, что это невозможно. Да, если вы обладаете соответствующим хешрейтом, да, вы можете начать форкать цепочку. Это, собственно, то, что мы здесь графически показываем. Да, мы начинаем активно майнить свою собственную цепочку. Поскольку на нашей стороне максимальный хешрейт, в какой-то момент мы сможем обогнать основную цепочку. Здесь мы красным цветом, понятное дело, показываем плохишей, а зеленым цветом кибельчишей. Так вот, по правилу того, что побеждает более длинная цепочка, да, у нас, очевидно, должна победить красная, правильно? И тогда у нас другие майнеры должны начать, собственно, встраиваться в красную цепочку. Так устроено логически, да, это правило. Однако физически или коммерчески эта атака представляется слишком дорогой. Ну, возможно, вы можете собрать майнерский пул. То есть лично мне, как отдельно взятому товарищу, трудно майнить биток. Ну, потому что ни собственного компьютера, ни собственного телефона мне явно недостаточно. Нужно специализированное оборудование. Со специализированным оборудованием я могу включиться в сообщество других майнеров, объединить собственные, так сказать, вычислительные мощности с их мощностями и дальше делить сообразно свой заработок майнерский. Конечно, в более мелких сетках это проще сделать. Ну, и если такое происходит, и это узнается участниками сети, то, конечно, люди соглашаются с тем, что надо, собственно говоря, от этого майнерского пула уйти. Ну, и они переходят в какой-то другой пула, и немножко система самовосстанавливается. А то еще неизвестно, что там задумал автор этой атаки, и какие еще исторические транзакции будут обнулены за счет ухода в боковик. Ну, вот вспоминается история с Верджем, где эта атака была успешно произведена, и где всего за три часа удалось выполнить, в общем-то, жесткий форк. Эта история была, как вы помните, полтора месяца назад, и это, по сути, единственная подтвержденная успешная атака по принципу 51%. Ну, она была связана с тем, что атакующий нашел баг в процессе создания блоков и смог обмануть алгоритм, и смог создать большое количество успешных блоков один за другим. Так что получилось, что хотя хешрейтом соответствующим атакующий не обладал, он обнаружил баг и, воспользовавшись им, смог наплодить большое количество блоков, что и дало ему соответствующее преимущество. Ну, в принципе, это все равно попадает в нашу логику 51%. Там, как вы понимаете, токенов было 250 тысяч, скрадено гражданином, стоило это порядка одного миллиона долларов. Ну, в смысле, их стоимость на тот момент составляла около 100 миллионов долларов. Ну, дальше буквально за три часа специалисты Вержа, в общем-то, выкатили апдейт для того, чтобы, собственно, жестко перевести всю сетку на законный, скажем так, форк. С электрониумом, с электрониумом, тоже был кейс Берумене одновременно с Вержом, он не считается подтвержденным и, в общем-то, не считается успешной атакой. Ну, вот, Битмейн был одним из пулов, который был, ну, как бы, на границе. Вот эта доля в 51% одновременно с этим моментом произошел резкий и пресс числа орфанных блоков. Вообще, когда у вас такое происходит, это обычно означает, что либо кто-то атакует ваш блокчейн, либо что-то у вас еще пошло кардинально наперекосяк. Последний пример атаки 51% связан с криптовалютой Монеро. Дело было вообще две недели назад. В этот период времени тоже мы заметили резкий и прост числа сироцких блоков. Ну, есть большое количество блоков одновременно в течение короткого промежутка времени начинает конкурировать с основной цепочкой. Что было интересно, то, что была конкретная ветка, достаточно глубокая, в 21 блок длиной. И она, ясное дело, конкурировала с основной цепью. Ну, вот помните, чуть раньше мы говорили про рейс-атаку, где мы говорили о том, что бывают же продавцы, которые готовы принимать транзакции, подтвержденные буквально несколькими блоками после интересующего их. А здесь, видите, 21 блок была длина боковика. Это дофига. Объяснить эту ситуацию можно десинхронизацией. Ну, там как-то вот рассинхронизировалось какое-то количество блоков от стали, они, хочется сказать. Либо можно это объяснить атакой, атакой 51%, кто-то пытался дважды потратить. Либо же это была атака по типу селфиш майнинг. В этом случае атакующие майнят блоки, но не публикуют их в сети. Это такая форма DOS-атаки в том смысле, что плохиш в этой ситуации собирается опубликовать блоки, все с копом. То есть у него блоки валидны, как и у честных майнеров. У нас пропал звук. А давайте мы поставим батареечку в микрофон. Британские ученые доказали, это сильно улучшает качество звука. Красота, спасибо. Где вы меня потеряли? Еще вчера. Ну что, еще раз слайд пройти? Не, нормально. Давай теперь поговорим про лонг-ранж атаки. Это на самом деле главная проблема протоколов Proof of Stake. Почему это самая главная проблема? Потому что в них есть то, что мы называем слабой субъективностью, в X-objectivity. Здесь речь идет о том, что новый узел, который появляется в системе, начинает майнить или просто мониторит систему. Или узел, который сначала активно работал, а потом ушел в оффлайн на пару месяцев, а потом он возвращается, он сталкивается с каким-то количеством альтернативных веток, и ему нужно выбирать. Ну, представьте, вот вы новый узел, да, вы видите Genesis Block, он, по-моему, один и тот же, но из него торчат разные ветки разной длины. И с точки зрения локального узла не всегда понятно, какая цепочка корректная. Ну, в принципе, правило длинная цепь побеждает, вроде как, должно нас подтолкнуть к правильному ответу. Но что, если две цепочки одинаковые длины? Как нам тогда решить, где плохиши, а где кибельчиши? В случае с Proof of Work очень трудно сформировать новую цепочку, но просто там столько майнить нужно в больших блокчейнах. Да, пожалуйста. Вопрос не в микрофон, поэтому остается немножко догадываться о его сути. Ну, смотрите, как получается, два майнера одновременно же могут намайнить один и тот же блок. Ну, чисто случайное такое совпадение событий. Это может быть результатом атаки, а может быть, ну, просто случайным совпадением. В любом тайм-слоте это возможно. Есть же вероятность того, что два майнера одновременно у вас, ну, как бы, решат криптографическую задачку. При этом один в итоге у нас попадает в основную цепочку, а второй отправляется в Токио. Нет, а предсказать невозможно. Это чисто рандомное явление. Вот если я вернусь к конкретному блоку и начну его майнить, вот тогда я могу сделать форк. Ну, вот смотрите, вот это у нас основная цепочка. Я могу решить, что я хочу атаковать сеть и сделать реверс транзакции вот здесь вот. И вот с этого блока тогда отрастить новую ветку. И если вот мне удастся свою ветку сделать длиннее, она таким образом обгонит основную, значит, она станет основной. Ну, то есть это может быть и рандомное явление, и результат атаки. Что еще хочу сказать про Proof of Stake? Поскольку здесь у нас не используются дополнительные вычислительные мощности, мы легко можем сформировать совершенно бесплатно альтернативную историю. Ну, мы считаем, что вычислительные ресурсы на выпуск нового блока вроде как минимальные. И за это мы, собственно, и любили исходно Proof of Stake. Таким образом, получается, что формирование новой ветки — дело простое и быстрое. Это создает существенные трудности с точки зрения обеспечения безопасности. Несколько кейсов у нас было, лонг-рэндж атак, или таких длинных атак, что ли. Как они устроены? Значит, у нас атакующие пытаются вернуться назад во времени, к исходному блоку, и оттуда начать альтернативную историю. Кстати, то же самое у нас называется атакой с переписанием истории или с альтернативной исторической атакой. Рассмотрим несколько примеров по принципу возрастающей сложности. Итак, положим, у нас в пуле есть три валидатора — Боб, Элис и Меллори. У каждого валидатора, у всех валидаторов равного размера стейки, равного размера доли, значит, равные шансы, что их выберут. Ну, вот, предположим, случайным образом, что Боб поставил один блок, а Элис и Меллори — по два. И дальше предположим, что Меллори хочет провести эту атаку. Она возвращается к одному из ранних блоков, начинает там майнить. И здесь это трудно, проще пересесть. В общем, хотя Меллори вернется к более раннему этапу и будет пытаться самостоятельно майнить там блоки, вероятность того, что, собственно, его блок попадет, значит, и будет следующим. Вероятность будет как одна из трех, да, ну или там две пятых, если мы будем использовать здесь исторические вероятности с приведенного примера. Да и дальше, в рамках конкретного таймфрейма у Меллори будет та же самая вероятность того, что именно его блок будет выбран. Но поскольку Боб и Элис вроде как не участвуют в построении цепочки, значит, их блоки отбрасываются. Но еще, Меллори, здесь нужно будет заспуфить временные параметры. И таким образом получается, что Меллори может выполнить эту атаку, но для этого придется формировать блоки с будущими временными метками. В принципе, в Proof-of-Stake это возможно, но все известные нам системы временные метки проверяют. Поэтому такая атака, в общем, пока получается трудно реализуемой. Понимая это, Меллори может сделать следующее. Здесь нам нужно обсудить тему ротации валидаторов. У нас с вами, да, исходные. Я говорил, три валидатора, Боб, Элис и Меллори. Ну, в какой-то момент, да, они же меняются где-то через тысячу блоков, где-то через пять тысяч блоков. Это может зависеть, ну, на самом деле, от того, как это реализовано в протоколе, от правил конкретной системы. Пока валидатор активен, он держит свой стейк, да, свою долю вложенную, как бы замороженную в стену. Но когда он уходит из системы, наверное, глупо, собственно говоря, держать деньги себе. Может, они вообще захотят их вывезти и поехать в отпуск. Ну, и в этих условиях продолжать как-то внимательно следить за собственной безопасностью не приходит в голову. Им же вроде как нечего терять. И в этом случае у Меллори появляются два сценария. Первый стоит в том, чтобы хакнуть Боба и найти приватный ключ Боба. Либо же подкупить Боба, которому уже нечего терять. И Бобу может быть интересно поучаствовать в атаке. Ну, потому что ключ Боба-то действительно на первую, не знаю, тысячу блоков. Он, может быть, не может больше новые блоки формировать. Но он может их переписывать, потому что его лимит на несколько тысяч блоков еще остается. И это то, что называется атака по стерео-коррапшену, атаку последующего искажения. В этом случае речь идет о перезаписи старых блоков. Теперь давайте поговорим об атаке по принципу стейкблидинг. Так, речь сейчас идет о достаточно новых исследованиях, и они меньше пяти месяцев проводились они исследователями кардана. Тема интересная. Предположим, Меллори у нас продолжает свои вредельские попытки. Боб и Элис продолжают у нас входить в полу валидаторов. А значит, вероятность того, что их блок будет пущен в работу, та же самая, один из трех. У Меллори есть локальная копия блокчейна. Он остается у нас в блокчейне. И при каждой возможности опубликовать свой блок, Меллори может, собственно, упускать это, пропускать эту возможность. Не вставлять свой блок в основной чейн. Таким образом, блокчейн будет расти медленнее. Ну, логично, если вы не публикуете свой блок, он не появляется. Значит, его длина растет медленнее. И частный блокчейн, который майнит Меллори... Да, пожалуйста. Давайте в микрофон. А что происходит с блокчейном, если Меллори не выпускается в блокчейн? Все зависит от того, как блокчейн реализован. Ну, в большинстве случаев, конечно, орги пытаются следить за, как бы, жизнеспособностью валидаторов. Если вы, не знаю, пять блоков подряд пропустили, вас просто выбрасывают из пула. То есть то, что называется контролем лойвенесс. А вот для конкретной транзакции что происходит? То есть будет блокчейн ждать какое-то время и потом выдаст право на формирование этого блока другому участнику? Нет. Для конкретного таймфрейма выбирается конкретный валидатор. Если этот валидатор не выпускает свой блок блокчейн, это место остается как бы пустым. Для сценария, который я описываю, это условие тоже, как бы, предусмотрено. Итак, Меллори у нас в данном случае тормозит формирование блокчейна основного, в то время как в собственной цепочке Меллори производит каждый блок, который может произвести. Ну, учитывая все транзакционные издержки и комиссии, которые они получают, получается, что стейк растет по формуле сложных процентов. Ну, потому что, да, каждая, это как бы ваша награда, каждая вознаграждение добавляется к стейку, и это повышает ваши шансы в дальнейшем. То есть в собственном чейне Меллори все вроде как начнется медленно, но потом его собственный стейк будет расти очень быстро, потому что никаких серьезных конкурентов у него нет, и он может начать конкурировать транзакции из основного блокчейна, особенно те, которые, где физы самые высокие, потому что это ему идет на пользу. К чему это может привести? К тому, что стейк Меллори в основной цепочке будет снижаться, другие валидаторы вроде как получают большую часть вознаграждения, и их стейк относительно растет. А вот в собственном чейне Меллори ситуация ровно противоположная. Симуляция, проведенная на шести годах истории блокчейна, показывает, что такие атаки возможны. Можно, взяв на себя роль такого единоличного валидатора, притормозить развитие основного чейна и быстренько отрастить собственную альтернативу и иметь при этом большую часть стейка в системе. Ну и тогда, когда боковик Меллори будет уже достаточно большим, ну, точнее, его собственный блокчейн будет достаточно большим, там же история вроде как та же самая, да, там все транзакции как-то записано, на какой-то момент это все нужно записать. И вот незадолго до того, как Меллори это делает, ему имеет смысл перебросить большую часть своего стейка другим валидаторам. В этом случае у него получится самая длинная цепочка, у валидаторов будут те же самые стейки, равные стейки в обоих цепочках, и с точки зрения, собственно, других валидаторов никакого подвоха нет, ничего не поменяется. Обратите внимание на то, что здесь никакого временного спуфинга не происходит. Здесь не нужно атаковать предыдущих валидаторов. И это на самом деле такая элегантная концепция, потому что у вас появляется возможность провести даблспенд, и при этом валидаторы ни на что жаловаться не будут другие. Как это можно решать? Ну, вот очевидно, что недостаточно защищаться одним просто инструментом превалирования самой длинной цепочки. Сейчас большинство блокчейнов, большинство криптовалютных блокчейнов используют в качестве дополнительной меры защиты. Принцип движущей с контрольной точки, moving checkpoint. Работает он следующим образом. Вы не имеете возможность переписывать историю больше, чем на определенное количество блоков. Ну, вот на какое-то расстояние можете переписывать, а больше нет. То есть, если вы выполняете атаку, вы можете переписать только ограниченное число блоков. Следующая контрмера, то, что называется key wall in cryptography, она рассчитана в первую очередь как раз на борьбу с такими атаками. Смысл ее в следующем. Ну, а, собственно, у нас меняется криптография с какой частотой, и поэтому подписывать теми же самыми ключами старые блоки уже нельзя. Следующий инструмент, context-aware transaction. В данном случае речь идет о том, что в каждом блоке содержится информация о предыдущих блоках блокчейни. А что, если информацию добавлять не только в блоке, но еще и в каждую транзакцию? Ну, так, чтобы в каждой транзакции была указана конкретная временная точка. Если кто-нибудь попробует скопировать эту транзакцию, пробросить ее, скажем так, в приватный бранч, это не пройдет, потому что она будет указывать на точку временную, физически находящуюся в основной цепи и не реплицированную в частном блокчейне. Ну и, наконец, последний кейс. Красиво названный по-английски planted you the rule. Ребята, исследователи Зоруборсона, они его обратили внимание. И согласно этому правилу... Правило полноты. Так вот, значит, вероятность того, что... Давайте я по-другому скажу. Вероятность того, что конкретный, не знаю, валидатор произойдет тот или иной блок, не так высоко, всегда есть другие валидаторы, у всех валидаторов вроде как при учете, при наличии равных стейков вроде шансы одинаковые. Когда вы запускаете свой собственный чейн, у вас блоков, по идее, должно быть гораздо меньше, чем у остальных. И поэтому мы часто предполагаем, что у нас, ну, как бы не полностью византийские условия, да. Большинство у нас профстейк-решений работает в случае, если у вас хотя бы две трети узлов достойны доверия. В противном случае обмануть систему достаточно легко. Десять минут не осталось. Хорошо. Теперь давайте обсудим атаку по принципу nothing at stake, что дословно переводится, ничем не рискуем. На самом деле тесно связано. Это атака с длинными атаками или лонг-рейндж атаками. Речь здесь идет о, собственно, штрафовании валидаторов, которые голосуют за те или иные ветки. Положим, есть у нас боковик. Кстати, у меня даже картинка есть. Так, наверное, даже лучше будет. Взял это из-за Вики и эфирной по ПИСу. Вот смотрите, что здесь получается. У нас есть две ветки. Одна корректная, вторая нет. Вторая боковая. По-первых, у нас вероятность того, что она правильная 90%, по-другой, понятно, до 10%. Если мы с вами голосуем за нее, мы с 90% вероятностью получаем вознаграждение за свою работу. Есть ли в этих условиях что-то, что помешает нам голосовать за обе ветки? Очевидно, что когда голосуем за обе, мы максимизируем шансы получения вознаграждений. Ну и на этом, на это как раз идея основана, атака Nothing at StakeUp. Если нет никаких ограничений, почему бы нам не голосовать за все возможные ветки? Таким образом, рискуя получить больше. Такая атака, по-другому, невозможна в Proof-of-Work системах, потому что там вы жрете киловатт-часы на майнинг каждого блока. И вам для того, чтобы голосовать за несколько веток, придется, ну, не знаю, за две, придется пополам делить вычислительные мощности и, в общем, рисковать тем, что вы никогда не будете первым с точки зрения майнинга блока. А вот в других алгоритмах такая атака возможна. И есть несколько возможных решений, несколько контрмер предлагается британскими учеными. Во-первых, можно штрафовать валидаторов за это и лишать их прав валидаторских. Ну, просто выбивать их при обнаружении такого безобразия из полу валидаторов. Ну, и действительно, тут есть чем рисковать. Если вы исключены из пула, вы не можете заработать. Второе решение, предложенное в рамках эфировского Каспера, это так называемое слэша-решение. Если обнаружить, что валидатор голосует одновременно за несколько веток, мы обрезаем его долю. Ну, в эфире это сколько? Полторы тысячи эфиров? Ну, просто сразу все деньги обнуляются, и все. Это серьезный штраф. И он, думаю, многих оттолкнет. Следующий вид атаки. Грайндинг атака. Здесь речь идет о том, что можно, ну, собственно, использовать отсутствие рандомности, случайность в процессе выбора лидеров. Ну, наша система же должна выбирать одного валидатора на каждом фрейме. Если кто-то из валидаторов сможет предсказать, кого дальше выберут, это можно будет использовать в собственных интересах. И вот были случаи с NextCoin и PeerCoin, где можно было предсказать выбор следующего валидатора за счет, ну, проведения соприкосновенных расчетов и добавления определенных транзакций в блок. Ну, потому что там не рандомный был этот процесс. Процесс выбора валидатора был на самом деле завязан на содержимое предыдущего блока. То есть здесь нужно действительно обеспечить полнейшую рандомность, а это дело, правда, непростое. Я уже почти закончил, кстати. Как эта проблема решается? Ну, во-первых, можно действительно проследить за тем, чтобы это был надежный псевдослучайный генератор, чтобы не было никакой реальной связи с предыдущими блоками. И, наконец, последний вид атаки, то, что называется «Laveness Denial». Здесь речь идет о том, что валидаторы внутри пула могут скоординировать свои усилия и предотвратить дальнейшее развитие блокчейна. Ну, это похоже на bleeding attack, которую мы чуть раньше с вами рассматривали, говоря про Мелори. Здесь логика та же самая, просто предполагается, что больше участников этого сговора есть. Ну, в этом случае у нас новые транзакции в блокчейн не добавляются, новые блоки не формируются, и в результате валидаторы вроде как ничего не получают, их стейк не увеличивается, стоимость коина снижается, но потому что если блокчейн не работает, в общем, в чем смысл тогда быть валидатором или пользоваться этой валютой. И возможное решение здесь состоит в том, чтобы просто исключать валидаторов с таких вот, вывести новую версию системы, провести hard fork. Это карма, видимо. О, старый дедовский способ. Отлично, спасибо. Че я говорил? Можно требовать определенной активности от валидаторов, что, мол, если в течение определенного промежутка времени валидатор у вас сосет лапу, вы его из пула выбрасываете. Ну, опять же, присваивать вот этот статус валидатора на какой-то ограниченный набор блоков, я не знаю, там тысячу блоков, пять тысяч. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте их. А это вот мы сразу хотели сказать материальное спасибо. Давайте вопросы и, возможно, даже ответы. Нужно будет выбрать три лучших вопроса и авторов наградить. Я Иван Иванецкий из SmartDeck Information Security. Спасибо за прекрасную презентацию. Вопрос у меня следующий. Я вот слышал про атаку на битток, выполненную следующим образом. Атакующий пытается выполнить даблспент, но не за счет майнинга блока, а за счет включения очень большой комиссии для майнера одного из блоков боковика. Ну, то есть, таким образом, как бы подкупая майнеров на то, чтобы они переключились на боковую цепочку. Нужно понимать, что биткоинская минималистическая система с приличным качеством аудита и подобные атаки в биткоине достаточно легко заметить. Сразу появляется мысль, что наверняка в более новых, менее тщательно контролируемых и аудируемых сетях такого безобразия происходит больше. Не кажется ли вам, что, в общем-то, отрасль срочком быстро развивается? Мы реально не подготовились к таким атакам, и они принесут на самом деле много бед. Спасибо за вопрос. Снова работает же микрофон. Какое счастье. То, что вы описали, называется атак с подкупом, брайбинг и так. У меня даже слайд есть на эту тему, но я не успел его показать. Вы абсолютно правы, отрасль развивается слишком быстро. Исследования в этой области проводят сейчас все-таки активнее, и действительно они демонстрируют, что число атак растет. Вот был недавно первый случай, когда весь путь от криптографического исследования до технического внедрения, я имею в виду Ура-Борос прошли очень быстро. И это здорово, это по-своему красивая история. Давно такого не было. Знаете, чтобы от теоретических выкладов до конкретного продукта идея проходила этот путь настолько быстро. Опасностей, конечно, много. Я надеюсь, что наше ИБ-сообщество их встретит с поднятым забралом, а может, лучше даже с опущенным. Давайте еще вопросы. Спасибо за презентацию. У меня пара вопросов. Правильно ли я вас понимаю, что для того, чтобы проводить атаку, нужно быть валидатором? То есть, есть цена входного билета. И вот валидатор должен быть человеком, или все-таки это может быть пул товарищей. Если да, то как этот пул работает? В большинстве атак действительно нужно быть валидатором или майнером. Ну, в POS-системах мы их называем минтерами или валидаторами, в то время как в Proof-of-Work-системах мы их называем майнерами, потому что они, собственно, этим и занимаются, да, сложными вычислительными функциями. Да, действительно, можно делать и в одиночку, и с группой товарищей в некоторых случаях, в общем-то, невозможно выполнить атаку без группы товарищей. Скажем, в протоколах по принципу POH, Proof of Authority, это необходимо сделать. То есть, вам нужно собрать группу товарищей, которая будет выполнять функцию валидатора. В Proof of Stake, в общем-то, валидатор – это даже не столько человек, сколько кошелек, правильно? Содержимое этого кошелька является доказательством ну, того, той самой вашей доли. То есть, короткий ответ на ваш вопрос, все зависит от протокола. Спасибо. Это третий вопрос. У нас ограниченное количество вопросов. Спасибо большое за презентацию. У меня два вопроса. Может, я что-то пропустил, а вы сказали. Ну, вот вы нам рассказывали про трех персонажей. И вот я понимаю, там Мэлори пытался форкнуть блокчейн на собственной машине, ну, и при этом не участвовал в генерировании блоков в основной цепочке. Я вот что здесь не понимаю. Если у нас Мэлори в этой ситуации получает основную цепочку и просто копирует, как тогда есть возможность генерировать блоки, если основная цепочка и ее собственные связаны, а они не связаны. Взаимосвязанность цепочка возможна, но только там, где мы имеем дело с ациклическими графами. И это другая, другая, как бы технология распределенного реестра, это не блокчейн ни разу. То есть реальной такой, ну, как бы, синхронизации между основным чейном и, ну, как бы, личным Мэлори нету. Ага, тогда, получается, она может именно это и делать. Понятно. Тогда второй вопрос. Связанный с ротацией валидаторов. Правильно ли я понял, что, в общем-то, вероятность того, что именно ваш блок будет принят, действительно зависит от размера вашей доли. Хорошо. А в каких пиво из технологий, в каких криптовалютах всегда проводится ротация? Или же роль валидатора вообще зашита в систему? Ну, как, когда система только-только создается, ну, вам какие-то валидаторы на старте нужны, то есть они статичны поначалу, и только потом включается ротация. То есть поначалу у вас есть, ну, как бы, известные, доверенные валидаторы. Потом, когда система начинает набирать обороты, включается правило ротации. Но на самом деле невозможно работать с одним и теми же валидаторами все время. Хорошо. А количество валидных валидаторов в пуле, оно же и в тысячах может измеряться? Ну, все зависит от протокола, правда. Много ли сейчас криптовалют используют Proof of Stake? Разные используются. Рабочие внедрения в Next, PeerCoin, ну, еще с десяточек наберется. Протокол, который сейчас внедряется в эфириуме, как вы помните, гибридный, объединяющий в себе элементы POW и POS. Но, в принципе, по биткоину уже понятно, что Proof of Work имеет существенные ограничения. И вот эти вот, в первую очередь, энергетические ограничения большинство предпочитает обходить при помощи Proof of Stake. У меня вопрос очень короткий. Он связан с Proof of Stake. Вы уже сказали, что он пропорционален. доля майнера. И вот вопрос. Как выбрать правильный размер стейка? Ну, для, в общем-то, считать или не считать гражданина валидатором. Как вот конкретный Виталик выбрал этот порог, эту линию отсечения в полторы тысячи эфиров? Ну, я не знаю, как наш вопрос ответить. Может, это вообще рандомно. Я не знаю. Ну, сидели, обсуждали, терли, терли, договорились. Но имеет смысл его там, не знаю, определять на уровне одного эфира? Нет, секундочку. Это же способ гарантирования доверия, правильно? Если порог слишком низкий, он не будет никого отталкивать. А если для вас сумма большая, она может вас подтолкнуть к более порядочному поведению. Ну, что так? Ну, что для меня один эфир, извините, для другого миллион. А есть ли математическая правда? Есть ли математический надежный способ определить оптимальную величину этого порога? Я не знаю, что ответить на ваш вопрос. Спасибо за вашу презентацию. Мой вопрос связан с дальними атаками. Вот вы говорили о контрмере, связанной с созданием движущейся контрольной точки. Но вы же сами говорили... По-другому скажу. Ну, вот мы видим, что у нас одна цепочка основная. Мы можем в ней поставить определенный чекпоинт. Более поздний. Нет, правильно вводя такую контрольную точку, вы вообще обрубаете дальние атаки. Остается возможность коротких атак, о которых вы говорили. Ну, то есть последние блоки, не знаю, последнюю тысячу блоков вы можете поменять, здесь вы абсолютно правы. Но для этого вам потребуется другого вида атака. Ну, например, то, что ваш коллега говорил, атака с подкупом. Когда вы будете стимулировать майнеров к тому, чтобы они выбирали боковик. Ну, и в этом случае риски, на самом деле, очень высокие. Слушай, у меня даже слайд про это есть, не могу не показать. Это так называемая атака P-эпсилон. Кстати, у Виталика был про этот пост. Итак, у нас с вами есть две конкурирующих ветки. Вероятно, ну, вы получаете определенную награду P в случае, если вы, как и остальные, голосуете. Да? Ну, у нас такая матрица обычная, террогровая. Да. Но если вы, значит, негодяй, вы можете всем остальным узлом сказать, давайте проголосуем за мою ветку. И я вам за это дам определенную награду. Ну, и в этом случае, я понял, награда должна превышать то, что они получат, если они удачно проголосуют за основную ветку. Ну, в этом случае вы проголосуете за вариант один, все остальные тоже. И поскольку награду выплачивает система, раз это у нас уже основная ветка, то вы, вроде как, ничего не тратите. То есть, в принципе, этот, эта траектория открыта. Но дальше вам придется это делать для каждого следующего блока. И придется, подобным образом, подкупать всех остальных. Ну, то есть, если мы так отмотаем на 100 блоков вперед, и вы в какой-то момент перестанете подкупать участников, они тут же откатятся, ну, могут, во всяком случае, вернуться к основной цепи. То есть, начав подкупать, вы вынуждены будете продолжать эту игру очень долго, а это потребует денег. То есть, получается, что главная защита состоит в дороговизне атаки. И в целом, и эффективно, и достаточно, но достаточно использовать мувим чекпоинт для борьбы с дальними атаками. Я вот так сказал. Спасибо за презентацию. У меня есть вопрос про существующие имплементации алгоритмов ProofStake. Если посмотреть на все существующие внедрения, мы увидим, что большая часть коинов на самом деле находится в руках разработчиков систем. И можно сказать, что, ну, как бы, если мы им доверяем, им можно, значит, целым системам доверять. Ну, вот Каспер тоже не в чистом же варианте внедряется. Это не чистые воды ProofStake. И, в общем, Виталик тоже не может доказать полную защищенность протокола. Но у Торо Борос у нас, как говорится, под контролем IOHK. Можно ли доверять подобным протоколам? С этим поправим. Слушайте, я не понял вопрос, извините, пожалуйста. Как можно доверять существующим реализациям ProofStake протоколов, когда контроль в руках, ну, небольшой группы товарищей? Нет, в том, что они все хорошо засекьюрили. Хороший вопрос. Существующие сейчас имплементации. Никто нам не гарантирует их полную безопасность, конечно. Ура Борос находится на этапе разработки. Все эти проблемы они пытаются там так или иначе адресовать. Посмотрим, что у них получится, когда все зарелизят, наконец. Но Каспер не полностью реализован. Ура Борос тоже, в общем, не до конца внедрен. Что сделано в Next и Percoin, да, сделано с недочетами. Проблемы уже были. Остаются, конечно, вопросы с доверием к таким системам. Помню, чуть раньше мы говорили про слабую субъективность. В их субъективе, давайте оставим в оригинале. Для того, чтобы в таких вот условиях обеспечить доверие, нужно как-то изворачиваться, да. Это могут быть и достаточно большие размеры начальных стейков, и постоянная как бы отсылка к Genesis блоку. Здравствуйте. Спасибо за вашу речь. Хочу спросить, выполняли ли вы... О, нет, положим. Если вы выполняете дальние атаки, как на этом можно лучше всего заработать? Ну, в Proof of Stake системах. Ну, потому что денег-то у вас много, правильно? Если люди узнают, что вы провели успешную атаку, стоимость валюты обвалится, и вы в итоге окажетесь в убытке. в Proof of Work вы просто у себя на плате как бы поменяете валюту, и ура. А на что рассчитывают атакующие? Слушайте, когда вы выполняете атаку по принципу двойного расходования средств, у вас есть короткое окно. Возможно, до того, как система, собственно, узнает, что вы дважды деньги потратили. И нужно в это окошко успеть деньги вывести. То есть, вы хотите сказать, что нужно тогда и обменники использовать во время атаки. Слушайте, я вам точно не буду рекомендовать конкретные схемы проведения атак. Нет, я спрашиваю, ну вот, если вдруг я захочу, не значит, я захочу. Ну, есть разные варианты, но использование обменника, да, конечно, извините, использование биржи один из вариантов. Имеет смысл нападать скорее на мелкие криптовалютные системы? Ну, это проще. Конечно, там же короче блокчейн, там и затраты будут ниже. Ну, и сам по себе монет стоит меньше. То есть, нападаем на маленьких и используем биржи. Ну, давайте я так скажу, проще атаковать малышей. что такое три лучших вопроса? Нужно выбрать три лучших вопроса. Ой. А я с самого начала не понял, что мне сказали. Вот там вот был вопрос. А что дальше? Пить, танцевать? Что делать-то? Вот там был хороший вопрос. Вот там был хороший вопрос. И вот вы. Ах, самый лучший из трех лучших какой? Давайте ваш. Потому что вы дали мне возможность показать еще один слайд. Спасибо.